Рад всех приветствовать! Столько времени спустя, давно не было в эфире, в прямом. Многие, как оказалось, подумали, что просто меня нет. В запрещенной в России сети, в социальной, на самом деле, более 8 месяцев, мой аккаунт был заблокирован. Наконец-то это завершилось. Он разблокирован. Многие мои подписчики, которые знали, что я нахожусь на канале Телеграм, канал также звучит Доктор Карапетян Пластический Хирург, ссылка есть, кстати, в шапке этого аккаунта. Они были со мной непрерывно, каждый день. А также второй аккаунт, здесь же в запрещенной сети, который называется Пластик, нижнее подчеркивание, Карапетян. В шапке аккаунта этого тоже есть ссылка. Он тоже актуален, тоже действующий, тоже ежедневно о публикации. Я на связи со всеми подписчиками. Поэтому, ну, после моего поста, после того, как разблокировали аккаунт, получил огромное количество сообщений из серии, что это Доктор, вы оказывается здесь, вы не уехали. Мы думали, что вы уехали. Не знаю, какие там еще формулировки были использованы, но я куда-то должен был исчезнуть. В понимании тех, кто меня не видел в социальной сети, в Инстаграм. Я на месте. Ни одного дня, ни одного часа не отсутствовал. Продолжаю и продолжал, и буду продолжать работать ежедневно, круглосуточно, с моими пациентами, с настоящими, бывшими, будущими и так далее. Консультирую, оперирую, веду научно-практическую деятельность. Ничего в моей жизни не меняется, потому что я весь отдан хирургии и медицине. Я рад всех приветствовать, друзья мои, еще раз. Сегодня на этом эфире мы готовы ответить на любые вопросы. Ряд вопросов заранее мне уже отправились. Сейчас я начну зачитывать их и отвечать на них, на эти вопросы. Пока скажу о том, что есть еще канал на Ютьюбе. Этот канал называется «Доктор Карапетян», «Пластический хирург» или «Георгий Карапетян». На этом канале более тысячи моих видео, видеоответов, видеоотзывов, эфиры из операционной, эфиры из кабинета, где я в основном рассказываю, показываю все современные аспекты медицины, хирургии, в частности, пластической хирургии, показываю своих пациентов результаты, о том, что вы должны знать, чего бояться, как выбирать, ну и так далее. Поэтому практически во всех социальных сетях, в том числе, кстати, ВКонтакте, в Одноклассниках, есть аккаунты «Доктор Карапетян, пластический хирург», то есть меня потерять, казалось бы, не так просто, хотя многие потеряли. Ну, я надеюсь, что теперь все будет в порядке у нас здесь в основном аккаунте, в запрещенной сети. Те, кто привык к этому аккаунту, мы регулярно возобновляем публикации, эфиры, розыгрыши бесплатных операций и так далее. Спасибо за обратную связь, что с удовольствием смотрите каждое видео и отмечаете. Спасибо. Добрый день еще раз, друзья мои, кто только присоединяется. Я вижу новых подписчиков, поэтому на секунду замер, читая. Отвечаю сразу на первый вопрос, можно ли спать на боку через месяц после операции на грудь. После моих операций, используем технологию 5Б, на боку спать можно через 2 часа после завершения операции. Если речь идет о моих пациентах, это принципиально, потому что, как мы все понимаем, в любой хирургии, в любой хирургической специальности большая часть реабилитационного периода, результатов, запретов, разрешений, ограничений, зависит исключительно от рук и головы хирурга оперирующего. Итак, те, кто еще раз присоединяется, друзья мои, еще раз говорю о том, что аккаунт был заблокирован более 8 месяцев. Он сейчас разблокирован, это основной аккаунт, хотя мои подписчики были и знают и есть на канале Телеграм, канале Доктор Карапетян, на Ютюбе канал Доктор Карапетян, во втором аккаунте этой запрещенной сети, пластик, нижний подчеркивает, Карапетян. Все ссылки есть в шапке этого аккаунта, где мы сейчас проводим прямой эфир, поэтому ежедневные публикации, вопросы, ответы, отзывы, свежая информация, все, что происходит в хирургии, в пластической, вы можете видеть во всех других аккаунтах. Но на сегодняшний день, коли разблокировали этот основной аккаунт, мы его, как всегда, актуально и активно будем использовать. Там были ряд вопросов, сейчас я вернусь, 2 секунды. Через сколько можно делать повторную блефоро? Повторная блефоропластика может быть выполнена в двух вариантах. Либо это исправление какой-то технической погрешности или осложнение первичной блефоропластики, это может произойти через 3, 6, 12 месяцев после операции. А в том случае, когда все выполнено правильно, эстетически, технически, результат прекрасен, то показания к повторной эстетической операции, когда вновь появляются деформации, избыточная кожа, нависание век, грыжи, провисание наружного угла глаза, при правильно выполненной операции результат сохраняется более 10 лет. 12-15 лет проходит, когда пациенты вновь замечают какие-то эстетические деформации и хотят это вновь исправить, и можно, безусловно, идти на вторую и третью блефоропластику. Это касается, причем, всех видов операций. Добрый день, Георгий Эдуардович, вы сейчас в Москве принимаете? Да, добрый день, совершенно верно. С 2019 года я уехал из города Красноярска, оперирую только в Москве. Все мои команды, оборудования, оснащения находятся здесь, в центре пластической хирургии. И, как всегда говорю, качество и безопасность могу обеспечить только здесь. Поэтому гастролированием хирургическим не занимаюсь. Зачитываю следующие вопросы. Здравствуйте, а сколько до блефоропластики можно уколоть ботулотоксин? Любые инъекции, в том числе ботулотоксин, гиалуроновая кислота, любые филлеры, нитевые подтяжки, они должны быть произведены, все манипуляции, не позже, чем за две недели до операции, для того, чтобы не было лишней травматизации кожи. Это касается и блефоропластики, и смаз-подтяжки лица. За две недели до операции не нужно никаких манипуляций инвазивных, то есть с повреждением кожи, инъекций, производить с лицом. Если не совсем довольная операция, речь, видимо, идет о блефоропластике, в таком случае примерно 6-8 месяцев ожидания, не менее. Необходимо отправить мне фотографию, можно отправить на WhatsApp, номер мой указан в шапке аккаунта, пожалуйста, можете написать в Директ, в Телеграм, по любому каналу связи, отправить фотографии, написать вопросы, подробности какие-то, видео записать, и я проконсультирую. Делаете ли вы рина? Нет, ринопластикой я не занимаюсь и не занимался никогда. Я оперирую все практические виды вмешательств пластической хирургии, за исключением ринопластики. Спасибо вам за ту красоту, которую вы делаете, таких красивых и открытых глаз, как сейчас, у меня никогда не было. Спасибо большое за обратную связь, Оксана, спасибо огромное. Я, как и всегда, очень рад видеть ваши фотографии в отдаленном периоде, с разных ракурсов, желательно без макияжа, можно и с макияжем, хоть мы нарываемся на определенную критику подписчиков, когда говорят, а вот фотография до операции без макияжа, а после макияжа, это не честно. Но на самом деле все ключевые моменты, которые принципиальны, для понимающего человека, они видны. Когда были мешки, их нет, была нависающая кожа, их нет, было пролисание наружного глаза, их нет, независимо, есть макияж или нет. Поэтому делайте фотографии, как считаете нужным, и мы будем показывать. Спасибо. Листаю дальше, друзья мои, еще раз добрый день всем. Всех приветствую. Если вдруг пропущу какой-то вопрос, пожалуйста, повторите. Георгий Дарович, рада вас видеть. Забываю спросить, почему бандаж не два месяца нужно носить? Здравствуйте. У меня встречный вопрос. Почему бандаж два месяца нужно носить? Это как так мы оперируем, что бандаж нужно вообще в принципе носить, если речь идет о передней брюшной стенке, больше недели. А если идет речь о молочных железах, больше суток. Зачем? Что же там такого делает доктор? Сколько тканей травмирует лишних, что пытаются бандажом это каким-то образом удержать, зафиксировать для того, чтобы ничего не случилось. Вообще бандаж, ну, некое компрессионное белье, оно не оказывает практически в данном случае при плановых пластических операциях никакого лечебного эффекта, если операция выполнена правильно. Листаю дальше, коллеги, друзья. Вопросы, 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 еще вопросы. Здравствуйте, еще раз. Как вы относитесь к нитевому лифтингу? Коки Аптос. Здравствуйте. Я ко всему отношусь абсолютно нормально. У каждого метода есть свои показания, свои противопоказания и свой масштаб результативности. То есть, если мы говорим о нитевых подтяжках, они все практически фиксируются внутри мягких тканей. То есть, если я демонстрирую на лице, немного расправляют часть кожи и подкожного слоя. Но для того, чтобы у нас у всех было понимание, что происходит с кожей мягкими тканями в старческом изменении, в возрастном гравитационном птозе, по сути, есть скелет. Это лицевой скелет, это череп, с которого сползают вниз мягкие ткани. Я прям демонстрирую себя, пьеро. Так вот, что нужно сделать? Вернуть ткани обратно, зафиксировать, поднять ткани обратно и зафиксировать. Соответственно, если мы в эти опустившиеся ткани устанавливаем нити, инъекции, уколы, от этого же наши ткани не поднимутся вверх. Логика очень простая. Кто-то должен поднять. Поэтому рано или поздно, с нитевыми, без нитевых подтяжек, с болтексом, с гиалуроновой, с филерами, с чем угодно, мы приходим к пластической хирургии. Для того, чтобы кто-то механически поднял ткани. Листаю дальше, друзья мои. Надеюсь, меня хорошо слышно и видно. Те, кто еще присоединяется, спасибо, самый лучший доктор. Спасибо большое. Спасибо. Кто присоединяется еще? Друзья мои, мы впервые за 8 месяцев встречаемся. Мой аккаунт, этот основной, был заблокирован инстаграмом. Сейчас его разблокировали, слава богу. Все в порядке, никаких проблем. Все мои работы, актуальность, stories, они были сохранены. И до сих пор так и будут продолжаться. По другим каналам я всегда на связи. Это телеграм-канал доктор Карапетян, пластический хирург. Есть телеграм-канал ежедневно, публикации, самые свежие. И можно подписаться в шапке этого аккаунта. Это не реклама, это предложение. Также есть второй канал, инстаграм, запрещенный сети в России. Это пластик, нижний подчеркивание, Карапетян. Тоже в шапке этого аккаунта есть ссылка. Ютуб-канал доктор Карапетян. Вконтакте, в Одноклассника. В конце концов, мой WhatsApp известен всем номер, на который я консультирую. Отвечаю, слежу за своими пациентами обязательно. Отвечаю на вопрос. Как вы относитесь к высказываниями Алексея Диковрия о пластической хирургии лица? Прекрасно отношусь к высказываниям всех моих коллег. Так, можно совместить абдоминопластику и перевязку труб? К сожалению, нет. В данном случае, потому что гинекологическое вмешательство, которое проходит лапароскопически, имеет свои особенности прохождения через брюшную стенку. И то, что выполняю я, абдоминопластика по технологии 5Б, без дренажей, без трубок, без швов, зачастую при гинекологическом вмешательстве иногда приходится какие-то устанавливать дренажи и трубки. Далеко не всегда. Но вот это вот зачастую, когда произойдет, когда нет. То есть у нас результат нашей абдоминопластики может быть с какими-то нюансами техническими. Поэтому эти операции все-таки лучше разделять на данном этапе. Какое время нужно носить компрессионные чулки после круропластики? После операции, которую выполняю я, компрессионные чулки носят 10-14 дней. Причем можно снимать любое время, отдыхать без них и так далее. Но с круропластикой у нас совершенно другая проблема в стране. У нас нет имплантов колени. Причем перестали их завозить более двух лет тому назад. И на сегодняшний день, насколько мне известно, нет никаких перспектив о сертификации на территории Российской Федерации других производителей. Раньше это были Евроселикон, Сибин. Сейчас нет. Перспектив нет. Поэтому даже не знаю, как к моим пациентам ко мне обращаются. Но, к сожалению, нет имплантов. Поэтому я не знаю, чем помочь. Листаю дальше, коллеги. Пока других вопросов актуальных не вижу. С вашего позволения я прочитаю вопрос, который пришел по анкете. Вопрос. Вас давно не было видно, у вас все нормально. Но я об этом многократно сказал, повторю еще раз. У меня все прекрасно, все в порядке. Я ни одного дня, ни одного часа не перестаю работать. Я продолжал и продолжаю работать. Оперирую пациентов, консультирую, занимаюсь лечебно-профилактической, научно-практической работой. И так далее. Дело в том, что мой аккаунт этот был заблокирован в запрещенной сети. Поэтому меня не было видно. А те мои подписчики, которые знали, что я нахожусь и в телеграм-канале, канал Доктор Карапетян, и на ютубе Доктор Карапетян. И второй аккаунт в запрещенной сети, это пластик, нижний подчеркивание, Карапетян. В шапке этого аккаунта есть все ссылки. И в контакте, и в одноклассниках они знали, они были на связи. Но, к сожалению, не все об этом знали. Поэтому те, кто только сейчас меня увидели, должны знать все в полном порядке, в рабочем состоянии, круглосуточно доступен, контактен. Единственный минус, который имею, это небольшая очередность на плановые операции. То есть, она около трех месяцев. Потому что зачастую звонят, что срочно готовые анализы, собирались в ту клинику, собирались туда-то, поэтому сдали анализы. Возьмите, к сожалению, окна найти очень трудно. Это когда кто-то заболевает или переносится, выписывается тогда. Но это очень редко бывает, если это в коротком времени, мы говорим. В течение месяца бывает, несколько окон появляется. Был еще один вопрос. Пропустил две секунды. Прошу прощения, я сейчас пролистаю. После альтеры вы берете на пластику? После альтеры я беру на пластику, не только после альтеры, после любых вмешательств на лице, на пластическую операцию взять пациента. Это не проблема. В руках пластической хирургии любая анатомия доступна. И, насколько бы ни говорили, не знаю, где наш пациент, наверное, от других специалистов слышат, что после альтеры, ультраформера нельзя. Но это те, кто не знает анатомии, те, кто не владеет хирургией лица. После этих процедур нет никаких проблем прооперировать лицо по технологии 5Б, безболезненно, быстро, без дренажей, без швов, без повязок и так далее. Поэтому никаких противопоказаний для операций на лице нет. Таких процедур я не встречал. Еще был один вопрос, друзья мои. Как попасть к вам на очную консультацию? Запишите, пожалуйста, телефон администратора. Плюс 7, 95-35, 3 восьмерки, 199. Я примерно раз в месяц веду очный консультативный прием за неимением другого времени физически, потому что большей частью занимаюсь операциями, перевязками и так далее. И на очную консультацию примерно раз в месяц могу принимать. А заочно, круглосуточно можно отправлять мне на WhatsApp фотографии, на Telegram канал. В шапке аккаунта указаны мои номера этого аккаунта. И я круглосуточно могу консультировать и по фотографии, и по видео. И больше того, 90% моих пациентов живут не в Москве, а по всему миру и за границей. С сегодняшними проблемами они пересекают несколько стран и перепосадок для того, чтобы попасть в Москву ко мне на операцию. И с американского континента, и с Южной, и с Северной Америки и так далее. Но предварительно консультируются заочно по фотографии, по видео. Мы обсуждаем абсолютно все. По фото и видео на 90% мне понятно, что необходимо делать. А остальное уже, когда мы встречаемся в день операции, при госпитализации, все внимательно обсуждаем, рассуждаем, измеряем, прогнозируем, договариваемся. И только после этого идем в операционную. И после операции, спустя день, два, три максимум, можно лететь обратно. После всех моих вмешательств не нужны никакие перевязки, не нужны снятия швов, нет дренажей, никаких повязок, специального ношения. Поэтому спустя 2-3 суток, практически после любой операции, мои пациенты спокойно перемещаются по всему миру. А еще один вопрос, друзья мои. Повторю. Ой, спасибо. Видимо, я пропустил вопрос. Сразу извиняюсь. Извините. Я делала и тоталфейс у вас. Мои подруги спрашивают, почему не было и не нужно было носить бандаж лица после операции? Не смогла ответить. Расскажите, почему не надо его одевать? Спасибо. У меня вопрос к моим коллегам всегда. Почему его нужно одевать? То есть нужно оперировать таким образом? Я люблю свою фразу. Может быть, многие ее говорили, коллеги. Но пока ни от кого не слышал, поэтому я ее считаю своей. Я всегда говорю о том, что правильно прооперированный пациент, исключительно говорю о своей специальности, о пластической хирургии, в реабилитации специальной не нуждается. Повязка, в том числе на лице, это специальная реабилитация. Принципиально, если говорить о технических вопросах, я не произвожу отслойку кожи. Я сразу проникаю в глубокие слои, подмышечно-поневротический слой, сохраняя основные сосудистонервные пучки. Мобилизуя ткани, перемещая туда, где они были, фиксируя к надкоснице, к плотным фасциальным структурам. Аналогично производится через заушное пространство, под платизму, глубокий слой. Перемещаем платизму, фиксируем к сосудистому отростку, по сути, к надкоснице, к плотным фасциальным структурам. Это перемещение ткани. Далее избыток кожи, который формируется возле ушка, он просто срезается. Соответственно, на лице нет полостей, никаких пустых, где могла бы скопиться кровь. Значит, не нужно устанавливать дренажи, значит, нет лишней травматизации. Зачем компрессия, бинтовать, ухудшать кровоснабжение заведомо и того травмированных тканей в результате хирургии? Я считаю, что это ухудшает кровоснабжение, нарушает кровоснабжение краев, рано, вызывает головную боль у пациентов, долгую, тяжелую, болезненную реабилитацию. Для чего пациент должен страдать, попадая в современные руки? Это не нужно. Есть технологии. Я демонстрирую и коллегам, показываю мастер-классы, обучаю. Понятно, что хирургия – это специальность, которая в руках у конкретного человека. Многие тысячи не могут повторить за одним. Это понятно. Но всегда есть один, который может и повторить, и улучшить результат. Так вот, если есть возможность изучить и понять современные технологии, это нужно делать. На сегодня не нужно мучить пациентов. Другой фразы у меня нет. После якорной подтяжки с имплантами, когда можно заниматься спортом? Шахматами можно сразу. Буквально через два часа, как только серое вещество начнет работать с должной тактовой частотой. А если говорить о физической активности, через месяц. Через месяц практически любая физическая активность, за исключением тяжелых физических нагрузок на большую грудную мышцу. То есть, когда установлены импланты под большую грудную мышцу. Тромбофилия должна быть контролируемая, компенсируемая. Если у нас нет критических изменений формулы крови, то заживление происходит абсолютно одинаково, как у всех. И в принципе, тромбофилия не влияет на регенерацию тканей. В регенерации тканей участвуют совершенно другие механизмы. Тромбофилия – это лишь большое количество тромбоцитов клеток определенных в крови, которые практически никаким образом не влияют на регенерацию тканей. Здравствуйте, доктор. Подскажите, у отца удалена правая почка. Сейчас очень сильно беспокоит грыжа. Практически 70% все вываливается. Корсет, страшные боли. Что посоветуете? Что поможет? Ему 63. Необходимо обратиться к абдоминальному хирургу. Эти ситуации управляемы. Пока грыжа не стала огромной для того, чтобы можно использовать алатрансплантат, то есть специальные сетки, фиксирующие боковые стенки брюшной полости. Это можно выполнить. Просто обратиться к общему хирургу, к абдоминальному хирургу, хотя бы для предварительной консультации. Скажите, пожалуйста, делаете ли вы пластику на язык? Нет, я не выполняю пластику на язык. Коллеги, я зачитаю вопросы из анкеты еще, потому что там есть вопросы. Я пока читаю ваши актуальные. На меня могут обидеться. Здравствуйте. Сколько стоит мамопластика на тубулярную грудь? Да, кстати, по поводу прескуранта, все цены указаны на моем сайте drkrapetian.com Зачастую, когда пациенты, не пациенты, подписчики, особо любопытные, которым просто интересно, спрашивают под фотографиями пациентов, а сколько здесь обошлось, а сколько вот здесь обошлось, сколько здесь. Каждый случай, каждое оперативное вмешательство сугубо индивидуально. Это так по фотографии вам кажется. Здесь сделали грудь, здесь живот, здесь веки. На самом деле анатомия индивидуальна. Время операции в зависимости от объема дополнительного вмешательства, каких-то дополнительных коррекций. Оно может варьировать, от этого и зависит сложность, длительность и стоимость вмешательства. Поэтому вариация цен, она указана на сайте drkrapetian.com. Если же у вас в мыслях проконсультироваться, понять, что вам необходимо, нужно это или не нужно, и сколько это в принципе может стоить, вот в этом случае администраторы мои всегда указывают, в комментариях пишут, в ответах на ваши комментарии о том, что, пожалуйста, вы можете отправить фотографии, написать вопросы, доктор ответит. И поверьте, доктор ответит, сам, не администраторы, консультирую, смотрю, отвечаю, только я. Еще один вопрос. Какое время восстановления после круговой блефаропластики? Какое время ожидания операции? После блефаропластики, в принципе, после любого вмешательства на лице, в основном реабилитация связана с синяками и отеками, которые бросаются окружающим в глаза. Этот период в среднем 12-16 дней. Спустя 11 дней после блефаропластики можно использовать макияж, и большая часть, 90% синячков, отеков, достаточно хорошо скрываются и не так бросаются окружающим. Но реабилитация эстетическая, художественная, то есть, когда каждый месяц мы делаем фотографии, с каждым месяцем все лучше и лучше мы выглядим, она занимает 6, 8, 10 месяцев. Поскольку регенерация тканей после любого повреждения хирургического, веки, лицо, грудь, живот, неважно, занимает год. Это время, когда восстанавливаются сосуды, нервы, лимфатические сосуды, руцовая ткань созревает и так далее. Поэтому эстетическая реабилитация на глазках, она ярко заметна, и каждый месяц это видно на фотографиях. Время ожидания операции, запись ко мне на операцию, 3 месяца на сегодняшний день. Так, читаю вопрос с Инстаграм. Здравствуйте, сколько стоит круговая подтяжка лица? Про стоимость я сказал, все цены указаны на моем сайте drkriptian.com и эта стоимость может варьировать, в частности, если говорить о смаз-подтяжке лица, от 400 тысяч и до 900 тысяч рублей. А вы никогда не хотели что-то изменить в себе? И у кого бы делали, если бы пришлось? Ну, конечно, хотел и хочу. Я же нормальный человек. У нас же, к сожалению, я не буддист. А коли не буддист, это означает, любое желание порождает нетерпение. Ну, в общем, все наши беды от наших желаний. Можно я сформулирую по-русски? Конечно же, всегда хотел и менял то, что хотел. Хотел похудеть? Похудел. Хотел выглядеть подтянутым? Занимался спортом. Хотел выглядеть умным? Читал много книжек. Ну, в общем, почти все, что я хотел и менял, хотел изменить себе, менял. А по поводу, у кого бы я выбрал и у кого бы я делал, ну, только у лучших. Если говорить о пластической хирургии, конечно. Наверное, в стране из 4 тысяч пластических хирургов есть человек 5. Максимум, кому бы я доверился. Что вы посоветуете для поднятия гемоглобина перед операцией? Ну, вы знаете, это не относится к серии ЗОЖ. Давайте покушаем сельдерей и рыбку. И в коем случае здесь необходимо появиться к терапевту на консультацию, посмотреть, какого рода у нас проблемы анемии, железодефицитные, B12-дефицитные, геморрагические, как угодно. И после этого соответствующая нужна терапия, в том числе с использованием препаратов железа. Это может быть обычный таблетирный, а может быть внутривенный. Листаю. Вы оперируете только в Москве? Да, я оперирую только в Москве, друзья мои. Вся моя команда, оборудование, оснащение находится здесь. Повторю эту фразу. Качество и безопасность могу обеспечить только вот здесь, где вся моя команда. И я уверен в каждом, в каждой единице техники, в каждом сотруднике, который работает в моей команде. С 2019 года, как я уехал из Красноярска, оперирую только в Москве. Многократно слышу эти вопросы. А когда приедете в Иркутск? Когда в Улан-Удэ? Когда в Петропавловск-Камчатск? В Красноярск, Новосибирск, Ленинград? Я, коллеги, оперирую только в Москве. Консультировать могу заочно. Это и делаю по всему миру. Через сутки после операции возможен перелет 6 часов? Как раз выбираю билеты. Все зависит от вида операции. Через сутки после операции можно лететь. После блефропластики, после смаз-подтяжки лица. После мамопластики без имплантов. Если мамопластика с имплантами или абдоминопластика, полет лучше планировать спустя 3 суток после операции. После удаления почки огромная грыжа 70-80%. Что посоветуйте? Я уже ответил на этот вопрос. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, операция платизмопластика тоже нет швов? Совершенно верно. Друзья мои, все мои операции, которые я выполняю от макушки до пяточек, кроме носа, они без швов. Технология 5Б. Сама техника вмешательства подразумевает отсутствие дренажей и трубок. Отсутствие наружных кожных швов, которые нужно снимать, перевязывать. Отсутствие скобок, лейкопластырей, повязок, компрессий специальной. Эта техника операции никакого чуда. Я демонстрирую все свои операции. Они расписаны в научных статьях. Получено более 20 патентов на изобретение в Российской Федерации. Это можно в поисковых системах найти. Все мои патенты по моей фамилии, научные статьи. Здесь нет никакого чуда. Знание анатомии и безупречная хирургическая техника. Ничего более хирургии не требуется. Ну, я имею в виду, ничего более не требуется для великолепного выполнения операции. Как мы понимаем, как говорил мой учитель и мои учителя, все говорили, оперировать можно и обезьяну научить, но нужно думать. Хирурги никто не берет. Речь, наверное, идет о грыже. Все же нужно найти другого хирурга и так далее. Хирурги могут не брать на операцию лишь в одном случае, когда риск от самой операции гораздо больше, чем результат, который можно получить положительно после операции. То есть, всегда в пользу пациента принимается решение. Третий раз. Опа, но делать подтяжку лица. Не совсем понятно, но если вопрос о том, что можно ли третий раз делать подтяжку лица, можно, и у меня есть такая пациентка. Моя пациентка любимая. Я делал второй, первый раз она была оперена у другого хирурга. Спустя 7, 5 или 6 лет примерно я выполнял смаз-подтяжку лица и век. И спустя 11 лет я выполнил повторно смаз-подтяжку лица и век. И мы спустя еще полгода выполнили мамопластику с имплантами. И самая изюминка этого вопроса, что это прекрасная девушка и ей 72 года. И возраст здесь ни при чем. Все находится у нас вот здесь. Как мы себя ощущаем, так и нас видят и окружающие. Спасибо за ответ, доктор. Мечтаю к вам попасть. И моя мечта обязательно сбудется. Вы лучшие. Спасибо большое. Спасибо. Мне очень приятно. Безусловно. Спасибо за доверие. После обдоминопластики с устранением диастаза, когда можно начать упражнение на мышцы пресса? Упражнение можно начинать, в принципе, физическую культуру спустя месяц, то есть 4-5 недель. А именно специальная нагрузка на мышцы брюшного пресса – это только 4-5 месяцев. Так, вопросы, коллеги, не успевая. Хочу сделать подтяжку лица, но есть склонность к коллоидным рубцам. Как быть с этим? Ну, не коллоидным, а килоидным. Зачастую в 90 с лишним процентах случаев, когда пациенты говорят, что есть склонность к килоидным рубцам, это не подтверждается. Получая в жизни какую-то травму или экстренное хирургическое вмешательство, где грубый рубец сформировался, они считают, что это килоидный. Если это истинные килоиды образования, даже если, это не противопоказание для пластической операции, потому что правильно выполнив операцию, если использовать технологию 5B, не травмировать кожу, то есть не накладывать наружные кожные швы, мы уже снижаем риск любого гипертрофирования рубца, утолщения в несколько раз. И в дальнейшем за этим рубцом нужно наблюдать в течение нескольких месяцев использовать специальные методы для того, чтобы запретить рост, остановить рост, если это физиологически случится. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, друзья мои. Так, вопросы, 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 вопросы. Всегда хорошее чувство юмора. Спасибо большое. Спасибо, друзья. Хочу к вам. Спасибо. Я жду вас. Допускается ли к операции при тромбоцитах 134? Это на грани. Нужно будет посмотреть остальные показатели, клинически оценить состояние, проконсультироваться с гематологом. И в принципе это не является противопоказанием к плановой операции. Вот так я сформулирую. Это лишь относительное противопоказание. Часто ли вы отказываете, когда видите, что не стоит делать пластику? Примерно на сегодняшний день те пациенты, которые ко мне обращаются, это 10-12% пациентов, которым я отказываю в пластической операции, поскольку нет показаний. Друзья мои, сейчас пролистаю еще вопросы. Расстроилась, когда узнала, что нет импланта в голени. Я тоже расстроен. Делал попытки найти в других странах, но они должны пройти у нас сертификацию в стране. И в целом безуспешно. Минструальный цикл при мамопластике противопоказания. Нет, это не является противопоказанием к операции. Итак, друзья мои, еще вопрос, который поступил в анкете, я сейчас зачитаю. Когда перед комплексной операцией лучше приезжать на очную консультацию в Москве? Заранее спасибо. В принципе, мне достаточно, если я заранее видел фотографии, если я консультировал вас заочно, то мне достаточно увидеть вас в день операции. С вами все подробно еще раз обсудить и дальше оперируемся. Через сколько после завершения грудного вскармливания можно увеличить грудь? На мамопластику после завершения лактации можно идти спустя 3 месяца. Добрый вечер. Сколько стоит подтяжка груди без имплантов? Сколько стоит круговая блефаропластика? Сколько стоит мамопластика по технологии 5Б? Повторю еще раз, друзья мои, все цены абсолютно не указаны на моем сайте докторкарапетян.ком подробно расписаны. А если вы пожелаете все-таки точечно проконсультироваться, отправьте, пожалуйста, фотографии, рост, вес укажите, вопросы напишите. Я обязательно проконсультирую подробно и укажу, соответственно, объем работы, если он необходим, и цены укажу. Итак, друзья мои, спасибо большое. Я полагаю, что вопросы закончились. Рад всех видеть. Очень скучал. Надеюсь, мы будем на связи постоянно. Я регулярно на связи по всем каналам. На вопросы отвечаю, на звонки отвечаю, консультирую, оперирую. Любая помощь. Ко мне обращаются не только, как вы понимаете, по пластической хирургии, по всем специальностям. По родителям, по детям, по болезням. Я доктор медицинских наук, профессор, оперирующий хирург, более 20 лет. За моей спиной 10 лет экстренной хирургии, ранения, травмы, общей хирургии и так далее. За моей спиной ученики, научно-практическая работа. Я оперирую в год более 700 человек из разных стран совершенно, из разных регионов, с разными проблемами. Лечебные операции, эстетические операции. Поэтому я всегда на связи. Еще раз повторю, канал Доктор Карапетян, Телеграм-канал Доктор Карапетян. Всегда актуальная информация. Второй канал в запрещенной сети здесь. Пластик нижний, подчеркивание Карапетян. Ссылки есть в шапке этого аккаунта. Ютуб-канал Доктор Карапетян. Более тысячи видео моих операций, рассуждений, демонстраций, видеоотзывов и так далее. Ну и на сайте вся информация, кого интересует, стоимости, ссылки, телефоны администратора и докторкарапетян.ком. Рад всех видеть еще раз. Мы тебя любим, Красноярск. Спасибо большое. Я тоже очень люблю Красноярск. Красноярск скучает. Доктор Элиза тоже скучает. И почему Красноярск не спит? Сейчас время уже, всем пора спать. Спасибо, друзья мои. И до новых встреч. Регулярные прямые эфиры, розыгрыши. Я на связи.